Рэпер из Питера, Панчапа, выпустил клип Овощи Свэк в составе EP, который отсылает нас к легендарному фильму и названию альбома от полтинника. Ознакомиться с работой полностью вы можете по ссылкам в описании. Окей, вы и сами знаете, насколько Морген сейчас популярен и на пике, бьет все рекорды, об этом уже и так много сказано. Но я бы хотел кое-что отметить. Для нашей индустрии ситуация по-настоящему уникальна. Ведь если сравнить с читающими блогерами на западе, там их воспринимают как втрасортных музыкантов. Возьмем в пример того же Киа Сай. У парня на канале более 20 миллионов подписчиков. Он один из популярнейших и влиятельных людей на ютубе. Его два боя с Логаном Полом обсуждало весь интернет. Оба блогера на этом заработали десятки миллионов долларов. Так вот, Киа Сай в рэпе с 15-го года. У него есть фиты, вероятно купленные, с Lil Baby, Lil Pump, Purp, Recross, Offset, но тем не менее, его музыка не находит массового слушателя. Ведь на западе блогерский рэп так и остается блогерским, и его слушают по большей части подписчики этого блогера. Да, иногда клипы могут набирать 100 миллионов просмотров. Но на западе блогеры никогда не будут воспринимать в одном ряду с рэпером. Доходы и концертные площадки не сравняются с тем же Трэвисом или Кендриком. У него не будет такого же уважения, как у тру-рэпера. Об этом, кстати, говорил Lil Mate. Почему-то, когда я наблюдаю в западной индустрии, артист это супер-икона. А у нас артист это... Он может проигрывать, например, блогеру, который сделал песню, решил делать рэп, и этот блогер выше. Хотя он... Я не против того, что они используют рэп как инструмент, но его высота лишь в том, что у него большая аудитория. Но для культуры не сделано. Но почему-то все на него смотрят, как будто он меняет культуру. Хотя вот в рэпе был человек, который уже 5 лет, 10 лет делает, и он в культуру вкладывает. А тут появляется человек, который использует рэп как инструмент, понял? И он выше, и он по заработку выше, по популярности, по залам. Влиянию. Влиянию, да. Вот влияние очень важно. Его приглашают какие-то мероприятия на телевидение, например. Но на Западе таком невозможно. Если кто-то сделал там какой-нибудь рэп-клип, да, рэп-формат, его аудитория посмеялась, ну, приняла, сказал, ты молодец, ты умеешь. Но возвращайся как бы в свою деятельность. А там свое. Да, там свое. Да, конечно, получилось у Джо, Джо, Лорда, но они похоронили свои карьеры блогеров и полностью перешли в музыку. У нас же Алишер получает соизмеримые доходы и концертные площадки с топами индустрии. А некоторых он даже превосходит. Само собой, что по причине экстравагантного образа, его много ненавидят. Зайдя в музыкальный паблик, если новость о том, что кто-то умирает, то большое количество комментариев о том, что опять не Морген. Но это делают просто комментаторы. Но так ли много медийных личностей, которые высказывают свое недовольство в отношении Алишера, аргументируя свою позицию, вы узнаете в сегодняшнем ролике. Поехали. Бля, не спрашивай это дерьмо, чувак. На одной из трансляций Тейпа поступил вопрос, можно ли ожидать его фита с Моргеном. Чувак, мне пишут, что поведу с Моргеном. Бра. Бра. Бля, не спрашивай это дерьмо, чувак. Бля, пожалуйста, вот все, кто, бля, хотят задать такой вопрос, пожалуйста, отпишитесь. Блядь от меня, блядь, не смотрите мой прямой эфир. Позже Алишер объяснил позицию Тейпа. С Big Baby Тейп? Нет, не будет. Мы в разных мирах живем, абсолютно. Он живет в мире культуры рэпа, хип-хопа, трушности, стрит-кредибилити, вот этой хуэты всей. И, по его мнению, наверное, поступки, которые я делаю, они делают из меня какого-то не такого, недостойного человека. Ну, он живет в своем мире, пусть живет. Как видим, Тейп серьезно относится к тому, с кем у него фит. И для него фит с блогером. Тем более, с такой репутацией недопустим. Последний, что я включу, это сраного Моргенштерна, понимаешь? Ну, это просто разложение какое-то. Широкая публика могла узнать об Оби-Ване после исторического баттла Окси против Славы КПСС. Где после каждого удачного панча Мирона мы слышали Е-бой. Банк-банк! Е-бой! Е-бой! Рядом с тобой, Джонни Бройстор! Так вот, Оби это рэпер, который начал свою карьеру еще в начале нулевых. Завсегда ты участник рэп-баттлов. Входит в объединение Кизару Хаунтед Фэмили. И вот, что он говорит о Моргене. Да не видел я, братан, Моргенштерна, братан. Я не слышал ни одной его песни. Как бы не смотрел его клипы. Ничего в нем не привлекает. Меня просто нажать на него мышкой брать, понимаешь? Я смотрю всякую, б***ь. Смогу там всеку умную хуйню смотреть там про специи, про историю Южной Америки, понимаешь? Последнее, что я включу, это сраного Моргенштерна, понимаешь? Ну это просто разложение какое-то. Голубые п***цы типа Моргенштейна или как его там? Моргенштрейн, Прейн, Харейн. Все начиналось с такого привета Алишера для дяди Джай и Чипенкоса. Чипенкоса, дядя Диджай. Пошли в оба н***. Это привет вам от Алишера Моргенштерна. Даешь хип-хоп, я рот вошлал. Дядя не стал терпеть и ответил ему, пообещав похороны в закрытом гробу. А то, что делают голубые п***цы типа Моргенштейна или как его там? Моргенштрейн, Прейн, Харейн. Это полная х***а. Кстати, кто пойдет на похороны Моргенштерна или Штрейна или как его там? Я не знаю, настоящий его называют. П***ц. Кто пойдет на его похороны после встречи дяди с ним? Не идите на его похороны. Он будет в закрытом гробу. Позже он заявил, что хочет с ним фит, потому что он делает музыку реально за 10 минут. Ну, я бы записался с Моргенштерном только по одной причине. Потому что единственный артист, кроме меня, в отечественной индустрии музыкальной, кто заявил о том, что любой трек можно записать за 10 минут, и это не проблема, это Моргенштерн. За это ему респект. Но при всем этом он все равно его не уважает, считая мажором и маменькиным сынком. Моргенштерн, конечно же, не живет настоящей жизнью. Это маменькин сынок, это мажорик, у которого надо отобрать его денюжку. Но, но, эту фразу он сделал правильно. Поэтому я бы записался с ним только из-за этой фразы. Все. Я даже не могу представить украинского артиста, который во время траура в Кемерово кричит со сцены «нахуй траур!». У Алишера был концерт в Одессе. И у Одессы, вот буквально уже через пару часиков состоится концерт, несколько новостей. Во-первых, концерт будет. Во-вторых, у нас солд-аут, на входе билетов нет, сегодня полный клуб будет. Мясы! В это время в Украине был объявлен национальный траур. По причине того, что в результате пожара в колледже Одессы погибли люди. И прямо со сцены Алишер высказал свою позицию по этому поводу. Я тоже хочу пару слов сказать насчет траура. Несомненно, произошло б***ь. Но траур, траур для кого? Для кого? Для тех. Для тех, кто умер, или плохо, или не умерли. Может быть, я и кровь, или... Знаете, если бы я п***ал ребенка, последнее, что бы я хотел, чтобы вся страна мне об этом не упоминала. Поэтому, б***ь, пока. Я считаю, траура это просто показуха. Просто л***я показуха. Давайте устроим вот вместо дня траура теми, крика, цены пожарных проверок нету. Поэтому, б***ь, показухи, сегодня мы разъебимся. Это высказывание вызвал резонанс. Его подхватили различные СМИ. Известный украинский рейпер Ермак решил ответить Эльшеру. Я даже не могу представить украинского артиста, который во время трауров Кемерово кричит со сцены на траур. И боюсь представить, что бы с ним вообще сделали. Я, честно говоря, поражен одесситам, которые говорят, так а что нам, если траур сидеть, грустить? Вы знаете, там можно просто уважать, потому что на таких понятиях, как уважение и сострадание, построена вся эволюция человека. Потому что это одна из самых сложных форм эмоций, когда ты можешь выйти за рамки своего эго и подумать о ком-то еще. Всем желаю развития, добра и не быть тупыми обезьянами. Для меня это такая безвкусица, для меня это как, не знаю, как поесть говна. Андрей Петров, который выиграл дебаты у Володи Иксель, не так давно испытавший себя в музыке. Ты можешь называть меня сучкой, на деле ты просто гнида. Испытывает сильную неприязнь к Кальшеру. Вот что он думает о нем. Я его не ввиню ни в чем, но меня лично, у меня личное такое отвращение, это очень субъективное мнение. И не слушайте меня никто, но для меня это такая безвкусица. Для меня это как, не знаю, как поесть говна какого-то. Это прям безвкусица. Это все, вот все, к чем он прикасается, его внешний вид, его манера речи, только он разговаривает, только он слова забывает, я не знаю. Его причем, все меня в нем раздражает. Это прям безвкусица. Это вот, не знаю, какого-то теленка родила, и он вот через пять дней начал писать рэп. А кто такой ваш Моргенштерн? А? Два года назад умеет делать рэп. Лида считает, что Алишер украл его формат создания треков за очень быстрое время. Лида раньше выпустил видео, где показывает, как за 10 минут создает песню в стиле фейса. Алишер же сделал такой формат только за 5 минут. Как говорит Морген, вместо Лиды он ориентировался на ютубера Янг Льва. И тут мы никогда не узнаем правды, да и кому это надо. В ноябре Лида выпустил Дисна Моргена, где высказал все свои претензии в отношении него. А, короче, Лида, я спи... Лизи Рэп не у тебя. Дурачок, блядь. Не у тебя. Я не дурачок. Янг Лев, респект. Он с дикой тянул, кстати. Лида, сосай. Косяк Моргенштерна, это то, что он существует вообще потому, что и существую я. С Кизару у них взаимная любовь еще с конца 17-го года. Когда доходит дело до встреч, на... Вы вообще, блядь, как эти, на... Аленькие одуванчики, блядь, аленькие цветочки, блядь. Так вот, я могу прилететь спокойно, серьезно. Я тебе предлагаю дискуссию, вот прям в формате видео, нахуй вот это вот батлы, вот это, да? Ты же тоже говоришь, нахуй там батлы и прочее. Просто поговорить. Это будет как вот дискуссия двух разных поколений. Алишер и разоблачение снимал на него. Просто прочитав ваши комментарии под выпуском Изиреп Паркизару, я понял, что, к сожалению, в мире до сих пор живет очень много тупых, отбитых ебанатов. Данная болезнь называется кизарак головного мозга, бля, у. И собирался ехать в Испанию на дебаты с Олегом. Но, увы, этого не случилось. В своих трансляциях Кизару, как и два года назад, продолжает задевать Алишера. И кажется, это не закончится никогда. У одного два с... миллиона подписчиков, да, там, блядь, и дохуя стриминги он там бабок получает, он везде, нахуй, в каждой, блядь, затычке, блядь, в каждой, блядь, бочки затычка, понимаете? И у пацана, который посвятил всю жизнь музыке, как бы, достойные тексты, достойные рифмы, достойные посылы, один трек сильнее, чем все творчество у Моргенштерна, блядь. И у него нету двух миллионов подписчиков. А знаете почему? Почему? Потому что вы слишком тупы, нахуй, чтобы понять его музыку. Я веял Моргена, тёлок, все страшные, пи***ц, блядь. Я бы таким даже, нахуй, страшилища какие-то. Моргенштерн и Фейс, они берут аудиторию у оппозиции, для того, чтобы взять деньги у власти и прорекламировать власть этой самой оппозиционной аудитории. Стас выпустил два разоблачения на Алишера, которые суммарно идут чуть меньше четырёх часов. В этих видео он подробно прожарил Алишера за все его косяки. Плагиат, двойные стандарты, реклама сомнительных проектов, связи с властью, аморальное поведение, неуважение к подписчикам, наркозависимость, выступления под фанеру. И я уверен, что это не все претензии Стаса к Алишеру. Это поколение, блядь, будет только расти. Вы можете сейчас писать, типа, Юра, чё ты запариваешься? Это другая аудитория, ну, хуй там, мы будем вместе жить с этой аудиторией. В начале 2018 года Алишер выпустил Дисна Хованского, вызвав его на тогда ещё живой Версус. Ты психобанс? Что? Что, реальный геймс? Я таких героев слышу ночью победу. Хова сначала не воспринял это всерьёз, сказав, что тот ему неровнее. Дальше, когда Морген нарастил медийность и стал вполне себе достойным оппонентом, Юра вернулся к этому разговору и нашёл спонсора для батла. Однако Алишер отказался батлить на другой площадке, даже за солидный гонорар. Ему был интересен только Версус. И осенью 2018 года они впервые очно встретились в Питере на рэпе у батля. Это ещё больше укрепило позицию Юры касаемо личности этого персонажа. И вот совсем недавно Юра вполне обоснованно и аргументированно разносила Алишера за его ответ на разоблачение Стаса. А потом он просто пропал, перестал выходить на связь. Да как это победителя? Отморозок ты тупой. Да хоть это ваши проблемы, ебаные, бля. Нахуй давать обещания, которые ты не можешь выполнить, а потом валить на какого-то Али. Кому не похуй. Вас очень легко накормить говном и собрать вас бабки. Дима Шок известен своим нравом и многочисленными конфликтами с разными представителями культуры. Вот что он думает касаемо грустной песни и творчества Алишера. Я считаю, что каждый человек, кто видел клип Крилл Пилла, бля. И каждый, кто видел хоть один клип Моргенштерна, вообще кончен, бля. А вот позиция касаемо релиза «Легендарная пыль». Вас Моргенштерн кормит, он альбом года больше всех продает. Про него все пишут, про фейса все пишут, про бэби-бэби-тейпа все пишут. Потому что вам ничего не надо. Вас очень легко накормить говном и собрать вас бабки. Поэтому рэп говно и вокруг него нет ничего стоящее. Все. Ну а с чьим мнением из этого списка вы согласны больше всего? Напишите свое мнение в комментарии. Ну а если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи.